Итак, сегодня у нас на обзоре очень крепкая и мощная входная металлическая дверь с коробкой и двумя замками СССР. Толщина наружного листа 2,5 мм. Лист приварен к рамке из 50-го уголка. Толщина металла полок уголка 5 мм. То есть толщина вот этого наружного листа идет в 80-й уголок и толщина вот этой полки 5 мм. Две полки 80-й по 5 мм. Толщина листа 2,5 мм. 2,5 мм наружный лист. Здесь идет деревянная панель из натурального дерева 30-ка 30 мм. Также имеется внутренняя панель из дерева тоже 30 мм. То есть деревянные панели обработаны и покрыты снаружи лаком. Видно, что она блестит. Так, дверь у нас имеет два замка. Один замок калужский, гаражного типа. Я его сейчас снял. Крепится на 4 шпильки гайками. Вот, производился он в Калуге. Второй замок времен СССР. Видно корпус из нержавейки. Я делал отдельный обзор. Вот он самый надежный. В принципе, был рабочий. Вертушок я приварил. Вот, туда помощнее сделал вертушок. Тоже я обзор снимал. Межцентровое расстояние по высоте 130 мм и 115 мм по ширине между шпильками. Вот одна там шпилька справа. И здесь слева вторая. Вот она. Получается 130 на 115 мм. Снаружи идет броненакладка обязательно. Здесь тоже крепится и усилитель, и бабышки. Видите, они разные. Это у нас, значит, от петли шарики. Шарики на петлях. Петли здесь очень мощные, отличные. Вот бабышки видно. Вот коробка двери. Выполнена из 80-го швеллера. Сейчас я вот пеной сниму. Так, сейчас получается 80-й швеллер. И толщина полок. Вот эта вот толщина 8 мм. Швеллер толстый, советский. Сам он 80-й, да, то есть здесь вот, грубо говоря, 8 см, 80 мм. Вот. Такая вот коробка, получается, у нас идет. Сейчас скажу габариты. С внутренней стороны в комплекте идут доборы из натурального дерева, да, то есть вот здесь вот у нас доборы крепятся на резьбе. Там идет крепеж. Просвельдное отверстие, резьба. Здесь крепятся, внутри идут вот отсюда вот сюда доборы. Снаружи идут деревянные наличники. Петли здесь очень мощные, получается. Видно вот, что их фрезеровали. Вот, видно, фреза шла. Здесь протокарили угол 60 градусов. Сюда вставляется шарик. Вот ответная часть. Токарили ее как раз вот под нее. Видно, очень мощная сварка. Сюда также вставляется шарик. Так, дверь очень легко крутится, вращается. Высота рамки швеллера получается 2,100 в миллиметрах, да, 210 сантиметров ровно. Ширина 88,5 сантиметров, 885 миллиметров. Наружные габариты получаются рамки швеллера 885 на 2100. Габариты вот этого листа, получается, дверь с притвором идет, да, то есть вот наружные габариты по листу, если мерить, 820 на 2040. Ширина 820 миллиметров, высота 2040 миллиметров. Ну, а вот эта рамка из уголка идет. Получается 780, ровно, высота ровно 2 метра, 2000 получается миллиметров. И 780 миллиметров ширина идет по вот этой рамке. КОНЕЦ